Болгарская сказка «Умная невестка» Один богатый человек поручил сыну 300 баранов. Велел перезимовать с ними и весной вернуть его. Не дал ни гроша на кормление баранов, но приказал, чтобы сын пригнал их всех живыми и здоровыми. Сын был глупый, загнал стадо в какое-то село. Скоро заснежило, а парню не на что баранов кормить. Встал он и плачет. Увидела одна девушка, что он плачет, спросила, «Чего ты плачешь?» Парень рассказал ей, «Отец дал мне 300 баранов и хочет, чтобы я вернул ему весной все 300 голов, а денег, чтобы их прокормить, не оставил». Девушка посоветовала ему, «Займи деньги и прокорми баранов до весны, потом настряги с них шерсти, продай и верни долги отцу и у баранов». Парень так и сделал. Когда весной он пригнал отцу всех баранов, тот спросил, «Кто тебя надоумил? Ты бы сам до такого не додумался». Парень ответил, «Надоумила меня девушка из одного села». Отец сказал, «Если хочешь взять ее замуж, я пойду сватать ее». «Сватой я ее возьму». Когда отец пришел сватать девушку, ее отца как раз не было дома. Он спросил девушку, «Где твой отец?» Та ответила, «Пошел к мельнице, а скоро вернется». Девушка сказала, «Если пойдет в обход, то вернется скоро, а прямо пойдет задержится». Вскоре отец девушки вернулся с мельницы. Он сказал, что отдаст дочь, но потребовал, чтобы пришли сваты. Когда сваты пришли и сели за стол, на улице залаяли собаки. Свекор вышел посмотреть, кто идет. Когда вернулся, его спросили, кто там. Свекор ответил, «Идет нерода, ведет неплоды и несет неницу». Никто не понял, что это значит. Сваты спросили свекру, что это он сказал. Он сказал, «Спросите мою невестку, она знает». Девушка сказала, «Знаю». Так кто же шел, девушка? Шел монах, вел он мула и нес соль. Утром, когда молодые обвенчались и двинулись в путь, свекор сказал, «Вы поезжайте, а я пойду на охоту и скоро догоню вас. Ждите меня у равных борозд и сухих пеньков, что пускают в воду». Они поехали, и никто не знал, где именно ждать свекра. У виноградников девушка сказала, «Здесь подождем». Свекор говорил, чтобы мы именно здесь его подождали. Вскоре свекор догнал их, и они двинулись дальше. Вот живет невестка у свекра, и однажды разбойники схватили его, завели в лес и потребовали денег. Свекор им говорит, «Идите ко мне в дом и скажите моей невестке, пусть сварит, накормит вас, напоит, а потом заведет в подвал, где лежат деньги. Там возьмите сколько хотите. А еще прошу передать моей невестке следующее. Наша сука принесла щенков, а свинья опоросилась. Поэтому пусть возьмет щенков и брочит их под свинью, а поросят подложит под сучку». Разбойники, не поняв, что сказал свекор, пошли и пересказали невестке все, что он велел. Невестка им, я так и сделаю, сварила, поставила на стол, накормила их, напоила, а потом и говорит, «Вот вам поросята под сучку и щенки в свинью. Крестьяне убили разбойников, пошли в лес и спасли свекра».